Выясняли мы тут с нашими экспертами и гостями, что же у нас за экономика такая, пришли к УДУ, что у нас даже не сырьевая экономика, а сырьевая колония. Эксперты также пришли к мнению, что наша так называемая элита, или она еще называется офшорная элита, состоит из трех частей такой триумвират. Это правильные либералы, это правильные чекисты и правильные пацаны. Вот ты с этим согласен? Из чего состоит элита? Вопрос, который я хочу сегодня конкретно обсудить с тобой, это следующий вопрос. Наша колония управляется извне, или это просто такие идиоты живут внутри страны? Это вопрос сложный, и вот почему. Дело в том, что рассматривать элиту вне контекста и вне происхождения абсолютно невозможно. Откуда она взялась? Взялась она в конце 80-х, начале 90-х. Из, ну, исходное место, да, это низшая и средняя номенклатура СССР. Причем это не обязательно члены КПСС, потому что на, соответственно, невысоких должностях вполне себе работали не члены. Хотя, скажем, Чубайс и Гайдар были членами КПСС. Вот. И, соответственно, по торговле. Вот эти две довольно большие группы лиц, они, соответственно, обнаружили в конце 80-х, что у них имеется возможность решить те задачи, которые, в общем, они всегда хотели решить. Первая из этих задач — это передать по наследству свои привилегии. Очень многих раздражало, что там секретарь райкома или директор завода никак не может помочь своему сыну стать секретарем райкома или директором завода. И вторая задача — обналичиться. А вторая задача... Цеховики. И прочих разных персонажей, то у них не было никогда идеи прорваться к государственной власти. Их использовали. При этом, на самом деле, и самый известный у нас цеховик, который, как бы, вот все знали, — это Мавроди. То есть он, безусловно, умнее большинства людей, там схемы придумывают совершенно гениальные, но возможности контроля нет. Значит, когда эта задача стала решаться, то нужно стало разрушить вот ту систему советскую, которая, в общем, устраивала подавляющая часть населения. Для этого были использованы два механизма. Механизм первый — это организованная преступность, которую целенаправленно вы вырастили во второй половине 80-х годов, прежде всего за счет сухого закона. То есть колоссальные совершенно деньги хлынули в эту сферу за счет нелегальной торговли алкоголем. И, соответственно, путем деятельности торговли, которая вполне целенаправленно, как бы, начала дико раздражать население. История про... Ты в курсе, что, например, в результате сухого закона койки в отделениях для лечения больных с белой горячкой были пустые? И продолжать жизнь мужского населения... Это я знаю, да, разумеется, с точки зрения, но просто тут же ситуация вот какая. Сухой закон, дело же не в том, что его надо сделать, дело в том, что, как бы, какой... Как его использовать? Как его реализовывать? Вот то, что было сделано, на самом деле, контроль за оргпреступной деятельностью, он, на самом деле, очень сильно ослаб. Ну, история про, значит, водителей такси, у которых всегда было, там, было две-три бутылки водки, можно было покупить, это было общеизвестно. То есть, на самом деле, народу эта идея не понравилась. Хотя, разумеется, с точки зрения здравого смысла, это вещь полезная, потому что, действительно, алкоголизм — это сложная штука. Но сейчас ситуация не лучшая, сейчас вместо алкоголизма — наркомания, да, что еще хуже. Потому что алкоголик все-таки может как-то еще существовать, и даже иногда может выздороветь, а наркоманы практически невозможно. Значит, дальше картина следующая. В результате у нас наша, как бы, вся вот эта вот группа... Да, ну, нужно еще иметь в виду интеллигенцию, которая всегда держала фигу в кармане. Специфика русской интеллигенции, она отличается двумя вещами. Первая — это патологическая безответственность, абсолютно патологическая. И вторая — дикая зависть к властимущим. В результате, когда вот часть интеллигенции, которая начала очень активно, значит, от антисоветских анекдотов перешла к реальной антисоветской деятельности, которая, на самом деле, направлялась вот той частью элиты, которая хотела перемен, то в результате у нас получилась очень интересная часть — это тотальная безответственность. Вот современная российская элита, ее характерная черта — тотальная безответственность. Абсолютно. В этом смысле, кстати... Заискшем Чубайс, который всегда все берет на себя. Нет, нет, абсолютно такая же. За свои дела он никогда не отвечал. Значит, один раз ответил в 97-м году, когда его уволили окончательно и бесповоротно. Значит, в результате элита наша, она состоит из нескольких... Да, вот когда в начале 90-х эта элита появилась, она состояла из двух частей. Часть первая — это либеральная тусовка и те люди, которые от либералов получили собственность. А также часть старой номенклатуры, которая была куплена приватизацией. Схема была абсолютно примитивная. Она работала очень просто. То есть директор уговорилась, или ты приватизируешь этот завод под себя, ну, разумеется, как бы разрушая его, да, потому что схемы приватизации не позволяли сохранить деятельность. А, и, соответственно, у тебя там дети и внуки становятся миллионерами, либо ты этого не делаешь, и тогда приходят другие, и тебя убивают. Вот история, как бы, за которой осудили Ходорковского и компанию, на самом деле это была абсолютно типовая история. То есть директоров НПЗ, директоров успешных заводов, я уже не говорю там про все остальные структуры, про магазины, там еще чего-то. Это как бы вот про владельцев удачной недвижимости. Но в результате начался хаос. И, разумеется, там же была оргпреступность, которая сначала использовалась как инструмент, а потом стала самостоятельным игроком. Ну, достаточно посмотреть на историю нашего друга Березовского, который, как бы, все знают, да, который начинал игры в начале 90-х, и при нем был по Тракоцешвили как, как бы, исполнитель его идеи, но который очень быстро вылез в самостоятельные игроки. Значит, дальше стало понятно. Что эта система неустойчива. Почему? По разным причинам, прежде всего потому, что некому устанавливать правила игры. Ельцин этим не хотел заниматься. Кроме того, была еще одна очень опасная вещь. Эта элита, она, как бы, тотальная безответственность, эта вот идея, которая шла еще от 80-х, она теоретически, в принципе, не позволяла установить то, что на Западе называется договор между элитой и обществом. Потому что элита была готова заключать договор и говорит, так, она говорит общество, вы нам должны раз, два, три, четыре, пять, мы вам не должны ничего. Поэтому не получалось. Но мы вам должны хлеба и зрелищ. Да, но была еще... Кто был актером, чтобы они перекрыли транссип. Кто устраивал массовые демонстрации. Кто бегал с чемоданами с компроматом. Ну, это и бизнес был такой. Я напоминаю, что НТВ это инструмент шантажа. В результате, к концу 90-х стало понятно, что эта система, ну, если с ней что-то не сделать, она пойдет в разнос. Нужен арбитр, как называется у вуаров разводящий. Нужен арбитр внутриэлитный и нужны правила, первым из которых является то, что невозможно запретить представителям элиты в процессе споров между собой обращаться к обществу. В качестве арбитра был выбран, соответственно, представитель криминальной столицы России, Владимир Владимирович Путин, который именно этими делами и занимался там, в этом городе. Причем совершенно как бы не потому, что он вот это его любимое занятие, а просто так жизнь сложилась. Значит, и он получил мандат от элиты с решением, как бы, с необходимостью решить эту проблему. Первое, что он сделал, он сказал, что невозможен арбитраж без силовой составляющей. Именно тогда, в конце 90-х, силовиков стали включать в элиту. До этого они были париями. Путин два своих срока исполнял вот эту задачу. Обеспечить стабильность элиты, обеспечить адекватность элиты в отношении общества и, соответственно, арбитраж. В качестве ресурса этого арбитража были использованы, во-первых, силовики, которых ввели во власть, в элиту, чего не было до этого. А во-вторых, те деньги, которые стали поступать сначала от экономического роста до 2003 года, восстановительного. Ну, как бы, и не забудем Геращенко, который, как бы, обеспечивал правильную кредитно-денежную политику. А с 2003 года, соответственно, от нефти. В результате обиженным всегда можно было дать кусок, чтобы они не поднимали вой. Дальше нужно отметить, что лично Путин, человек, которому эта работа не нравится, он человек, который любит кататься на горных лыжах, плавать в бассейне. Ну, там, в общем, он в некотором смысле сиборит. В хорошем смысле этого слова. Я в этом смысле с ним глубоко солидарен, поэтому я его критиковать не могу. Некоторые трудоголики его критикуют. А флаг им в руки, да? Значит, а дальше, картина следующая. Он ушел, он провел кастинг. Значит, две основные части элиты — это так называемые либералы, потому что в России... Ну, потому что, как бы, то, что в России называют экономическими либералами, к либерализму не имеет никакого отношения. Но это не важно. Значит, они экономические либералы, они себя сами так называют. И силовики. Значит, он провел кастинг. В элите, не среди нас, в элите. Элита сказала, не, нам больше нравится Дима Медведев, чем Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович Иванов, естественно, затаил. Злобу. Ну, там, обиду. Значит, Медведев стал президентом, Путин ушел. И тут 2008 год, я напомню, что Медведев стал президентом весной 2008 года. И тут 2008 год, наступил кризис. Еще до 2010 года были иллюзии, что все восстановится. Ну, хотя им объясняли, что они ничего не понимают, но это же невозможно, да, у них уже мания величия. А вот теперь, соответственно, стало понятно, все, все. Пряников сладких на всех не хватает. И дальше одно из двух. Либо в элите начнется что-то, что подобное 90-м годам, но только в 90-е годы было что делить, а сегодня этот пирог сокращается. Либо же кто-то должен железной рукой выкидывать и говорить, так, вот тебе все, ты до свидания, тебя больше нет, и тебя больше нет. Без склок и драк, а просто вот силовым решением. Не может человек с мандатом от элиты разруливать элиту. Гендиректор компании, не имеющей ее акции, не может увольнять людей из совета директоров. Это невозможно. А? Это невозможно. Это невозможно. Поэтому Путин пошел снова во власть, но ему был нужен мандат от общества, от народа. И тогда он имеет право элиту резать. Мандат сделали. Секундочку. Тут самое интересное. Значит, поскольку Путин силовик, то либералы почувствовали, что чревато. А вдруг он их начнет резать. И либеральная команда во главе с Волошиным и Юмашевым устроила болотный процесс. Цель которого, конечно, не защита общества от элиты. Ну, как бы, не будет же Волошин защищать общество от себя самого. Это наивно. Это цель была сделать нелегитимным выборы Путина. Чтобы можно было Путину сказать, дружок, какой же у тебя мандат? Это не мандат. Это ты нарисовал себе бумажку. Мы такую тоже можем нарисовать на Медведева или еще на кого-нибудь. Поэтому ты ее себе, значит, засунь куда надо и слушай, что тебе скажут серьезные дяди. А когда разрушался СССР, то разрушался не только СССР с 88-го года, но и система разделения труда, связанная с СССР. И было две альтернативных, американская и советская. Которая из них была лучше, вопрос сложный. С точки зрения экономики в 70-е СССР выигрывал. Если бы он в этот момент не начал отступать, опасаясь конфронтации, то он бы мог и выиграть. Я не буду сейчас влезать в детали. Но когда в 90-е годы нужно было, значит, единственное, куда можно было встроиться, это в западную систему. Ну, просто ничего другого не оставалось. Хотя ресурс у советской системы еще был. И это нам показал батька Лукашенко, у которого нет ни нефти, ни газа, но который экономику Беларуси держит. Это нам еще показал тот простой факт, что мы до сих пор используем многое, чтобы... Ну, совершенно верно. Ресурс был. Но его решили, на него решили послать, потому что либералы сказали Ельцину, мы все сделаем. К теме, да, да. Будет экономический рост, да. Значит, и в результате мы сегодня встроены в западную экономическую систему. У нас еще в качестве сырьевого придатка как источника доходов. У нас еще осталось немножко атомной промышленности, у нас еще осталось немножко космической промышленности. Может быть, где-то у нас осталась там всякая бактериология и всякая там еще разная... Нанотехнологии. Нанотехнологий их нет. Их вообще нет. Давайте не будем как бы. А, вот, шутка, да. Значит, так вот, ну, для нашей страны это можно назвать бананотехнологией, да. Я так называю, Росбананом. Это распил бюджета, да. Так вот, значит, а дальше самое интересное и самое замечательное. Эта модель стала трещать. И вот тут, вот обратите внимание, почему наше правительство, вот специфика либералов, да, у них есть совершенно железная логика. Все, что не либеральная экономика, всего этого не существует. Этого просто нет. Китай, тому примеру, есть. Нет, секундочку. Китай, Китай, они сильно не любят, сильно боятся и про себя где-нибудь слышали, чтобы китайских ученых на каких-нибудь там, в Давосах или, прости господи, МВФах, Мировых банках обсуждали экономические достижения китайских ученых. Но они все образованы, США там обсуждать нечего. Нет, нет, те, которые говорят на американском языке, те, соответственно, и пускай. А те, которые говорят на китайском... Так вот, в газете «Ведомости» на прошлой неделе появилась статья, в которой говорилось, что президент дал поручение академикам Глазьеву и Никипелову разработать план. Ой, мы это уже смеялись нам быть. Нет, не надо смеяться. Проблема не в том. Я не знаю Никипелова, он все-таки ученый, а не практик, поэтому я не знаю, какую он напишет программу. Про Глазьев, я понимаю, что он программу написать может. Но проблема в другом. Это оба этих человек, не либералов, в том смысле, что они входят в тусовку. И у либералов началась такая истерика, что они сказали вслух, что есть люди, которые могут написать чего-то. Программа 2020 тоже смеялись и разобрали по частям. Что они еще могут? Секундочку. Тут тут же в чем проблема. Они до безумия боятся потери монополии. Вот в чем все дело. Вся наша экономика и финансы, вся контролируется либералами. Вся. Хотя Путин, в отличие от Ельцина, пришел не как политик, а как управленец. И в этом смысле, если элита решила, что ей больше нравится работать с либералами, пускай работать с либералами. И он убрал ту систему, которая была при Ельцине. У Ельцина никогда не было монополии на истину. У него всегда были группы, которые ему говорили альтернативные вещи. Я сам этим занимался. Я писал отчеты о деятельности правительства лично. Так вот, что произошло? Значит, эта группа либеральная, она после прихода к власти Путина получила монополию на экономическую политику. И она всех устраивала, потому что она обеспечивала экономический рост. Монополия, собственно, началась с 2003 года, когда вместо Герасченко пришел Игнатьев. Все, тогда полная монополия. Она обеспечивала экономический рост. И всем было совершенно наплевать, кто эти люди, откуда они взялись. Если смотреть на их происхождение, в большинстве случаев это лоббисты крупных финансовых и промышленных групп. Я не буду сейчас тыкать пальцем в силу того, что у нас, как известно, есть теперь законодательство, которое позволяет любого человека засудить за клевету. Поэтому я просто говорю, я не знаю ни одного человека у нас на уровне вице-премьеров, министров, который бы не был представителем каких-то групп. Некоторые из них, правда, являются вторичными представителями, то есть их поставили какие-то вице-премьеры, которые в свою очередь являются представителями каких-то групп. Аналогичная ситуация в Кремле, то есть в администрации президента. И все эти группы, поскольку они так или иначе связаны с экспортом сырья и взятием кредитов в западных банках, они все ориентированы на вот эту вот модель. Ну, назовем ее, да, сырьевой. А вся проблема состоит в том, что эта модель больше не может обеспечить достаточный доход для того, чтобы держать ситуацию в целом. Путин им все время говорит, значит, ну, нужно при этом понимать, что у Путина он же как бы не хочет с ними ругаться, и у него нет такой задачи. Он все время говорит, ребят, вы можете. Вот он говорит, нам нужно 5-6 процентов. Откуда это взялось? Это как бы неоднократно объяснял там тот же Миша Делягин. То есть нормальное существование российской элиты может быть при росте 5,5 процентов. Если меньше, начинаются проблемы. В доходах. Ну да, они как бы их не могут перераспределить, начинаются либо здесь дырка, либо там дырка. Тут, ну, в общем, короче говоря, начинаются проблемы. А сейчас спад. Со второй половины 2012 года реально, ну, уж не рост так точно. Значит, Путин их спрашивает, вы можете обеспечить паспорт? Они говорят, это невозможно. При этом они ссылаются на МВФ, еще на что-то. Путин говорит, ребят, вы не можете. Дайте. А вот Глазьев говорит, что он может. Они говорят, он врет, он не экономист, еще чего. Ну, ладно, какой Чубайс экономист мы говорить не будем. Я вообще не знаю, кто там экономист. Шувалов, что ли? Вот. Поэтому тут как бы это даже смешно. Глазьев-то хоть получил докторскую степень в СССР. То есть он реально наукой занимался. Вот он как раз экономист. И вот сейчас в чем вся проблема? Эти люди должны что-то предъявить. Они теоретически бы, конечно, отбились. Потому что у них есть еще один козырь. Это дружба с Мировым банком, МВФ, американской администрацией. Не забудем, что эти люди выросли из приватизации. А приватизация — это программа администрации Клинтона американской, которая сюда и посадила людей, которые этим занимались. И именно эти люди руководили администрацией Обамы в первый его срок. А вот сегодня произошла смена администрации. И этих людей там нет. Саммерса там больше нет. После... Там нету больше Саммерса. После лета 2011 года, после дела с Троскана, когда стало понятно, что у мировой финансовой элиты больше ресурсов на сохранение этой системы нет, она рассыпалась. И международных банкиров начали отовсюду гнать. И наша либеральная тусовка повисла. У нее как бы... И под нее основание вы выбили. Еще раз повторю, эти люди не являются ни самостоятельными идеологами. Обращаю внимание, у правительства, начиная там года с 97-го, нету программы. Просто нету. Оно как бы... Но она переведена с английского. Неважно. Она может быть переведена, но это не программа экономической государства. Это некоторая абстракция. Она не нужна. Программу, которой им попытался вменить президент, они говорят, она неисполнима. Миш, ну она им просто не нужна. Конечно, не нужна. Еще раз повторю, это люди... Ну как бы, знаете, они никто. Они никто. Они место блюстители. То есть вот разные представители элиты поставили разных бессмысленных людей. Я вам могу сказать, как это видно. Как только этого человека убираешь с его места, он исчезает из общественной жизни. Вот обратите внимание, сколько у нас было вице-премьеров по экономике, где они все? Так вот, это правительство. Запад рулит или внутренние интересы? Сейчас вообще никто не рулит. То есть Западу просто не до нас? Западу не до нас. У него нету стратегии для себя. Почему они полностью сменили? У них же тот же самый. Они задали вопрос этим своим ребятам. Финансистам говорят, ребята, 30 лет вы обеспечивали экономический рост. При этом вы себе брали львиную долю прибыли. Но был экономический рост, все терпели. Сегодня вы себе продолжаете брать львиную долю прибыли. Роста нет. А роста нет. Ребят, имейте совесть. Имейте совесть. Какая такая совесть? У нас вот тут кошелек. Вот у нас совесть. А вот кошелек наших замечательных лидеров и правительств, он где? Это вопрос очень сложный. Потому что вопрос, а что такое деньги? Хороший вопрос. Давайте смотреть. У нас не происходит. Как только ушел Герасченко и пришли либералы. Они запретили рефинансирование банковской системы. Наша банковская система рефинансируется на Западе. При этом она должна западникам ровно те же самые деньги, которые там хранятся в виде наших резервов. Я напомню, что дефолт 98-го года был в том числе благодаря, из-за того, что деньги наших резервов через американские банки игрались на рынках ГКО. Кто при этом был бенефициаром, наши чиновники или американские, это вопрос бессмысленный. Там как-то они там уж как-то делили. Я подозреваю, что сегодня очень похожая схема. Теоретически она неприятная. Но практически в нынешней ситуации, ну хорошо, мы скажем, как бы все эти банки банкроты. Что касается Газпрома, давайте обанкротим Газпром. В чем проблема? Нам нужны только лицензии на месторождение и труба. Все остальное делайте с этим, что хотите. В чем проблема? Это же ужас, да, вы понимаете? Причем проблема же этого ужаса, она не только наша. Джипи Морган. Да, Сити. Сити. Про Golden Sex мы говорить не будем, это отдельная совершенно структура. Вот, но и так все. А страховые компании, которые все банкроты, ну и так далее. То есть на самом деле, это общая ситуация. Никто, кстати, никогда не поднимает вопрос о том, сколько на самом деле стоит залог под все те кредиты, которые выделены. А этот вопрос на него невозможно ответить, потому что он требует изменения моделей. А как только мы начинаем менять модель, то все старые институты, системообразующие старые модели, они просто становятся ненужными. Им просто никто не даст ни копейки, за хрен это нужно. Понимаете, если вы, соответственно, начинаете летать на самолетах... То есть мы сейчас, Михаил, получается, по-вашему, остались одни, один на один с самими собой. В некотором смысле. Вот система порочна, да? Что должно произойти, чтобы система не стала, чтобы ее снесло? А, видите ли, в чем дело? Я вообще к революциям отношусь с некоторой опаской. Но это всегда заканчивается плохо и тяжело. Сама-то она не уйдет. Возможность реформирования собой невозможна. Возможность реформирования сверху возможна. Еще возможна? Конечно. Она всегда возможна. Но я обращаю ваше внимание, что в некотором смысле то, что произошло в 1991 году, это было реформирование сверху. Потому что Ельцин был все-таки членом Политбюро. Ну, там, пускай, кандидатом, это не принципиально. И его практически все поддержали. Как альтернатива отсутствию войны. А вот. А по этой причине я склонен считать, что реформа как раз очень даже возможна. Для этого нужно много чего изменить. Для этого нужно изменить во многом нашу жизнь. Для этого нужно изменить ту систему, при которой чиновник, царь и бог, и вообще представитель элита. То есть изменить отношения элиты и общества. И кто это будет менять? А кто это будет менять, я не знаю. Но, видимо, те люди, которые придут к власти после краха вот этой системы. Но, кто будет инициатором этого краха, я все больше и больше склоняюсь к тому, что сегодня эту задачу может решить только Путин. Если напряжение, если он ее решать не будет или не сможет, напряжение будет расти, и ему придется уйти. Тогда произойдет слом. Вот тогда произойдет слом. Но пока это вполне можно сделать. И еще раз повторю, что еще примерно там, еще даже полгода тому назад эту задачу было решить практически невозможно. Потому что это требовало острой конфронтации с миром окружающим. В том числе Соединенными Штатами Америки. Сегодня ситуация скорее обратная. Новая администрация Соединенных Штатов Америки, эти либералы не нужны. Почему? У них нету электорального будущего. На них нельзя делать ставку. И, кстати, когда в либеральной новой газете пишется о том, что приватизация вся как действо была преступлением, что было две недели назад, это в некотором смысле манифест. Запад сказал, ведь это написал человек, я не говорю про то, что он как бы связан с делом Браудера-Магнитского, то есть у него рыльца-то в пушку. Но он, соответственно, оттуда из Лондона пишет. И что он пишет? Что, соответственно, те, кто был связан с той приватизацией, все преступники по определению. Возьмем телефон звон. Это означает, что им не нужны старые либералы, им нужны новые либералы. А про либералов вопрос мы затронем чуть позже. Вопрос-то, на самом деле, вот в другом. Меня очень часто обвиняют в том, что я темно смотрю на вещи. Очень такое меня всегда. Все плохо, все хреново. Я просто пытаюсь донести людям, господа, что все значительно хреновее, чем даже я себе представляю. А вопрос простой. Ведь я утверждал и продолжаю утверждать, что страна не вынесет еще одного срока Путина. Вопрос возникает тут же. Вот ты упомянул о том, что, возможно, Путин сможет начать какие-то реформы сверху. Но ведь, будучи сейборитом, ему же лень что-то делать, если нет к тому причины. Ну, тут же ситуация очень простая. Причина простая. Что станет причиной? Причина очень простая. Причина экономический кризис и ухудшение экономической ситуации в стране. То есть начинается уровень напряженности, что между обществом и элитой, что внутри элиты, постоянно растет. Но совершенно очевидно. Путин, кстати, начал что-то делать. Он там начал какую-никакую антикоррупционную кампанию. Пока, правда, хило. Непонятно, чем она закончится. Посадят ли кого-нибудь. Пока набирают материал. Ну, нет. Материал-то набрали уже давно. Уже кого-то начали сажать. Но пока еще, как бы, как это называется? Мелочь. Это идет в предварительное следствие. Судов еще не было. Ну, там, как бы, еще что-то происходит. Но, поскольку модель пока не меняется. А модель надо менять. Потому что экономический рост нужен. В России может быть экономический рост. Я просто объясню. Степан, ситуация очень простая. Я просто схему привожу. Давай, давай. Просто схему. Откуда может взяться экономический рост? Только хотел спросить. Мы импортируем. Вот, кстати, почему Илларионов сказал чушь. Мы импортируем в год на 400 миллиардов долларов. Если у нас нет нефтяных доходов, где мы возьмем эти 400 миллиардов? Мы выкинем из потребления весь импорт? У нас картошки уже не хватит в больших городах. Мы с импортом продовольствия сравним с экспортной выручкой от нефти. Значит, так вот. Значит, у нас 400 миллиардов долларов импорт. Представим себе, что мы на 200 миллиардов провели импортозамещение. Чем и как? На 200 миллиардов три миллиарда. Важный вопрос. Как? Да, пожалуйста. Строя, как бы, реиндустриализация. То, чем уже три года занимается Казахстан. Правильно, но они занимаются им три года, мы даже этим еще не начинали заниматься. Мы не начинали. Но смотри, я пока только говорю теоретически. Нужны время и капитал. Теоретически 200 миллиардов, 200 миллиардов, это, соответственно, каждый год. Это потенциальный доход. Это при условии, что мы еще 200 миллиардов будем импортировать. Но 200 миллиардов потенциальный доход. Это инвестиции на 2 триллиона долларов. Ну, совокупно. Ну, слушай, здесь же можно... Это те инвестиции, которые мы можем съесть, просто не задумываясь. Для этого нам надо всего-навсего... Ну, послушай, здесь же у тебя 20 триллионов рублей висит только распила военного бюджета. Так вот, до этих 20 триллионов их еще нету. Они еще не распилены. То есть они уже, конечно, кто-то уже там их себе записал. Но я сильно подозреваю, что все будет немножко иначе, чем уже через 2-3 года. Так вот, значит, вот эти вот деньги, это вполне себе источник инвестиций. Нам нужно только одну сделать вещь. Нам нужно закрыться от импорта. А мы вступаем в ЭТО. Вот этим нужно... А мы не просто вступаем в ЭТО. Мы еще не занимаемся при этом нетарифным, соответственно, регулированием. Я просто знаю историю, потому что мне ее рассказали. Да, вот как бы как это... Я как казахский акрин. Что вижу, о том пою. Про масло сливочное, которое выросло, его импорт за 5 месяцев практически в 2 раза. 2 раза, да. 2,4 раза. Почему так сильно? Почему? Ну, потому что, соответственно, сняли пошлим. Которая была, по-моему, 25%. Или 15%. В общем, сняли пошлим. Масло побежало. Но вот англичане, например, когда у них возникла аналогичная ситуация, они... Они ее увеличили. ...ушесточили невероятно тех регламентов. Угу. И в результате, соответственно, вся... Да, у них импорт какой-то есть, но все реальное производство тех продуктов, которые они едят, оно осталось в стране. Просто потому, что дешевый маргарин не завезешь, масло оказалось дорогим. Так там, получается, сидит национальная элита. Там сидит национальная элита, а у нас ее нету. Значит, ее надо выращивать. И вот это как раз та задача, которая стоит сегодня перед Путиным. Выкидывать то, что называется компрадорскую элиту. А Путин на это не способен. Секундочку. Вот насчет не способен, вот тут нужно сказать сразу, что на самом деле вполне себе способен. Пример хотел один. Я с ним знаком. Поэтому я знаю. Он и в части интеллектуальный, он способен. И еще что-то. На самом деле технику я сейчас не буду рассказывать. Это вполне себе возможно, достаточно легко. Раньше это было невозможно. Вот почему. Потому что, когда у нас есть лидер, у которого есть группа, которая держит какую-то тему, он никогда, это закон политики, не будет увольнять эту группу, пока у него нет альтернативы. Вот почему либералы так дрались за монополию с начала 2000-х. Невозможно уволить всех либералов и не назначить никого на их место. Это просто все рассыпется. Потому что худо-бедно, они эту ситуацию как-то структурируют. А вот если появляются люди, которые написали какой-то план, которые начали что-то реализовывать. Путин же не зря назначил Примякова с Масляковым. У Маслякова был план. Я даже не буду тыкать пальцем, кто этот план написал в 95-м году. В январе 95-го года. Но дело не в этом, а дело в том, что план был. И поэтому Ельцин мог себе позволить назначить Маслякова. Вот если план Глазьев и, соответственно, с Академией наук напишут, он может быть не очень проработанный, еще чуть-чуть, но он должен быть адекватный. То сразу же радикально изменится ситуация. Будет возможно убирание либералов и назначение на их место других людей, которым будет предложен этот план. А скажи, пожалуйста, как-то все это как сказки звучит. Понимаешь, мне кажется, очень хорошо высказалась госпожа Меркель. Для решения проблем нужны новые люди, новые идеи. К сожалению, ни тех, ни других нет. Ну, Павел, у них, может, и нет, у нас-то есть. Людей-то выше крыши. Но я просто знаю там два десятка человек, у которых вполне в состоянии. Причем многие из них имеют полный себе опыт. Вопрос тебе такой. Как ты относишься к... Лидеров, либералов, если мы ткнем пальцем, их с десяток человек всего. А лицензии, лицензии уже продают, нет? На отстрел? Я заплачу много. Я не сомневаюсь. Этим будет заниматься лично Владимир Владимирович. Он такое удовольствие никому не отдаст. Но не в этом дело. Вот к идее, скажем так, ситуации Минина и Пожарского, которую в свое время очень хорошо озвучил полковник Вачков, который якобы... Кем был гражданин Минин, знаешь, по профессии? Да, ну вот. И как бы для чего ему нужны были деньги, которые он как бы гнусным брекетом и шантажом отобрал у купцов? Чтобы нанять купца Пожарского, чтобы нанять князя Пожарского. Дело-то было сделано? Дело было сделано, да. Такая ситуация возможна. Тоже практически бескровный вариант. Абсолютно. Абсолютно. А что мешает-то, соответственно? Вы думаете, у Владимира Владимировича нет денег? Есть. Я думаю, у него много денег. Ну вот. Но только не нужно при этом считать, что это деньги в понимании, соответственно, наших либералов. Видите, в понимании наших либералов, значит, деньги — это сейф в швейцарском банке. Вот сейфа в швейцарском банке у Путина нет. Это я вам точно говорю. Ну, он чуть умнее либералов, потому что из этого сейфа деньги еще нужно достать. Он умнее либералов. Это даже вопросов нет. Именно поэтому, ну, как бы это же видно, да, что он понимает что-то, что происходит. Я не знаю, как он это формулирует на своем языке. Это вопрос сложный. Когда я работал с Ельцином, то я понимал, как он видит картину. И, соответственно, писал ему в его терминах, а не в своих. Вот. Как сейчас понимает Путин, я не знаю. Вот. Но я думаю, что что-то понимает. Понимает ли он достаточно, готов ли он действовать более-менее быстро. Но то, что, соответственно, он не может не видеть, что происходит в мире, в частности... Ну, в мире-то, может, он и видит, а вот в стране... Прошу прощения, я прошу прощения, но он не может не видеть. Знаете, картинка, да? Как было раньше. Приходит там Игнатьев и, не знаю, Шувалов к президенту и говорит, неважно, это Путин или Медведев. И говорят, вот, господин президент, вот наш план. Его с ним будет согласен и МВФ, и Мировой банк, и, как бы, американское казначейство. Все довольны. Сегодня они приходят и говорят, вот наш план. Путин спрашивает, а что эти, скажут, мы не знаем. Мы там никого не знаем. Телефон больше никто не берет. Ну, МВФ пока Мировой банке знают, но МВФ и Мировой банк, это, как бы, филиалы американского казначейства. Сейчас там сменится руководство. Через три месяца, и когда они будут звонить, трубку никто брать не будет. И кому они тогда нужны? Почему, собственно, они-то? А что делать простому человеку, скажем, в такой ситуации? Тупо ждать... Простому человеку, ну, вообще, простой человек никак не может повлиять на элитные расклады. Поэтому основная задача простого человека осознавать... Я имею в виду вот простому мыслящему человеку, который наконец-то все понял, прозрел. Осознавать, что экономическая ситуация будет в ближайшее время ухудшаться, не верить той лапше, которую ему вешают на уши, значит, не быть тем кроликом, которого разводят, а, соответственно, пытаться в меру своих возможностей защищаться от разных неприятностей. Понятно, то есть... Не рисковать, не рисковать потерей работы, не, соответственно, залезать в долги. Самое главное, не залезать в долги. Субтитры создавал DimaTorzok